Антилопа Неважно, кто вы, львица или антилопа, важно с каждым днем бегать быстрее. Бизнес вполне сравним с диким миром. Здесь побеждает не только самый сильнейший, но и самый быстрый. Если вы утверждаете, что ориентированы на результат, а скорость работы вам не важна, значит в конкурентной борьбе вам не выжить. Здравствуйте, в эфире 24КЗ, проект «Коммерческие тайны». Меня зовут Ильмир Рожмат. Лето – сезон отпусков и время выбора, где лучше отдохнуть. Выбрать въездной или выездной туризм. Если не покидать страну, то на какую водную акваторию податься? В Ангустовской области в последние годы активно развивается недобывающий сектор экономики – туризм. Не стоит забывать, что Актау – это еще единственный город в Казахстане, расположенный на берегу моря. Летом температура здесь достигает плюс 45, а пляжный сезон длится с мая по сентябрь. Как говорят, Каспия – это море дружбы. Можно запустить круизные программы. То есть мы над этим тоже работаем, но опять-таки это требует усилий всех государств, которые находятся на Каспии. Большой потенциал, конечно, это для паломнического туризма, потому что много святых мест в Ангустовской области. И этот регион надо открывать не только для потенциальных паломников, но и для всех тех, кто интересуется историей и культурой своего родного края, ну, Казахстана в целом. Природные и исторические богатства полуострова согласно планам правительства и местных властей станут основой нового туристического кластера. Для жителей Мангустовы это означает создание дополнительных рабочих мест, рост доходов, а также сокращение зависимости от добывающих отраслей. К примеру, в рамках концепции развития туристской отрасли страны до 2020 года курорту Кендерля, расположенного в регионе, придали статус национального туристского проекта. По предварительным оценкам, курорт сможет ежегодно привлекать более 640 тысяч туристов. Реализация экспорта ориентированного проекта позволит создать 54 тысячи новых рабочих мест по стране. Ежегодный прогноз доходов – 800 миллионов долларов. Западный кластер, как мы его называем, он интересен, в первую очередь, конечно, наличием вот такого ресурса, как Каспийское море. И, соответственно, проект Кендерлы, он является мало того, что национальным, он является проектом, который мы должны сделать даже ради престижа. Но если вернуться к сегодняшним реалям, то пока казахстанцы не спешат массово отдыхать в городе у Синего моря. Одна из причин – отдаленность региона от крупнейших городов страны. К примеру, поезд из Алматы до Актау едет трое суток, из Астаны – двое. Плохое состояние трассы отталкивает любителей путешествовать на своем авто. Авиаперелеты неоправданно дороги. Начинается от 100 долларов до 300 долларов в Европе. По сравнению с Европой, получается, у них внутренние перелеты от 10 евро, получается, до 30 евро. Цены дорогие. Проживание, питание просто включено. А если в Турцию выбирать, у них проживание, питание, все включено. Наши граждане Казахстана не выбирают внутренний туризм, так как дорого. Выбирают международный туризм, потому что у них соотношение цен ниже, чем казахстанские. И качество обслуживания, естественно. Актау располагает практически всем необходимым, чтобы стать привлекательным местом отдыха для туристов со всего Казахстана. Считает директор туристической базы отдыха Трио Флайф Тугильбай-Кунанбаев. Современный архитектурный комплекс функционирует уже три года и расположился на территории Каспийского моря, 25 километрах от Актау. Стоимость стандартного номера 30 тысяч тенге. Тугильбай, расскажите, в чем уникальность этого проекта? Наши люди могут отдыхать, да, как за границей, допустим, в той же Турции. Как бы Актау ближе, чем, допустим, полететь в Турцию или еще куда-нибудь. И, соответственно, если наши люди будут отдыхать здесь, соответственно, это лучше для нас, потому что деньги остаются в Казахстане. Как бы это помощь, получается, те же рабочие места. Да, да. Надо приучить людей, чтобы отдыхали у нас дома, никуда не ездить. Допустим, если пример вам приведу, Соединенные Штаты, допустим, да, у них как, у них очень развитый внутренний туризм, да, люди как бы особо даже не путешествуют, потому что у них в стране все есть. Надо создать такие же условия, да. Но мы для этого работаем, чтобы создать такие же условия. Насчет окупаемости, он еще не окупился, мы еще работаем, да, чтобы оно окупилось, и оно есть круглогодичная работа. Насчет этого думаем, как бы сделать так, чтобы люди приезжали сюда отдыхать зимой. Хотя Каспий, он уже как бы замерзл, чтобы было времени зимой. Ну, будем работать, чтобы привлекать больше людей. Как вы считаете, вот с помощью сервиса возможно ли повысить именно туристическую привлекательность региона? Да, конечно. У нас, естественно, запад, именно западный регион, Актау в частности брать, то в плане сервиса он не так разве, допустим, как в той же Алматы, да. Мы как бы стремимся к тому, чтобы вот дойти до уровня Алматы и потом ее перегнать. Сервис очень важно, если человек пришел и, допустим, ему нагрубили, он туда уже никогда не вернется. И мы над этим работаем, чтобы улучшить. И все кадры у нас обучают, да, людей из-за границы, ну, не привлекались, да, для обучения, для этого, менеджмент, весь, все наши люди казахстанцы. Не стоит забывать, что портовый город называют одним из самых дорогих в Казахстане. В первую очередь это касается продуктов питания, которые почти все привозные. Над созданием туристического имиджа региона местная власть только начинает работать. Но нефтяная промышленность по-прежнему остается привлекательной для инвесторов. Поэтому актауцы радуют гостеприимством, пока лишь туристов из городов, расположенных неподалеку. Это Атырау, Актубе и Астраха. Открыть в Казахстане детский садик – достаточно перспективный вид бизнеса. До школьных учреждений в стране не хватает. Призвание и любовь к малышам – вот главная составляющая организации частного детсада, считает Элеонора Усимбаева. Год назад, изучив предложение на рынке частного дошкольного образования, бизнес-вумен из Актау решила открыть свой собственный детский сад. В Мангсталске сейчас в данный момент 16 тысяч человек ждет очередь. Садик рассчитан на примерно 120-150 человек. В данный момент у нас 60 человек ходят. Но в очереди с 1 сентября еще есть ожидающие. По подсчетам нашей героини, проект выйдет на самоокупаемость не раньше, чем через три года. Помимо того, что открытие детсада – это еще и очень затратный вид бизнеса, есть и другие подводные течения. К примеру, непросто изменить мнение большинства, что коммерческие детские сады – это выкачивание денег. Один день пребывания ребенка в детском саду «Жанель» обходится в 1700 тенге. Но даже платежеспособное население не готово отдавать 50 тысяч тенге в месяц за коммерческий детский сад, считая, что оно того не стоит. Туда входит услуга садика, то есть питание пятиразовое, туда входит услуга этого воспитателя, ну, это услуга садика. Хореография, английский, музыкальный руководитель туда входит. Кроме этого, у нас есть шахматы, сенсорика. Есть еще у нас сказкотерапия, кислородные коктейли. Но это уже отдельная оплата. Еще один нюанс, который не стоит забывать, по словам Элеоноры, как бы странно это ни звучало, работа в детском саду – это сезонный вид деятельности. То есть зимой многие родители боятся, что их дети будут болеть, и в холодное время не водят их в детский сад. Что, конечно, сразу же сказывается на финансовых поступлениях. Летом, в сезон отпусков, ситуация повторяется. Если у вас есть идеи, но нет денег или связи. Если есть деньги, но нет идеи. Если у вас есть идеи и деньги, но нет специалистов, то тогда «Коммерческие тайны» – это программа, которая сможет вам помочь. Каждую неделю мы расскажем о проектах, привлекающих инвестиций и партнеров для совместного и успешного сотрудничества. А на сегодня это все. С вами была Альмира Жумат. До встречи на телеканале 24KZ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова